Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии очередной выпуск программы «Персона». В студии журналист Александр Белов и Юлия Стройкова. А в гостях у нас сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации Валентин Сергеевич Шурчанов. Здравствуйте, Валентин Сергеевич! Здравствуйте! Добрый день, здравствуйте! Валентин Сергеевич, так вот сложилось, что в последние 10 лет вы очень тесно взаимодействуете со средствами массовой информации. Вы были главным редактором газеты «Правда». Теперь, вот сегодня, вы первый заместитель парламентского комитета по прессе. Вот как сказывается накопленный опыт? И как вы вообще относитесь к прессе? Не изменилось ли ваше отношение к ней за последние 10 лет? Ну, к прессе всегда относился хорошо, и сейчас отношусь, и дальше можно относиться хорошо. То, что редактором газеты «Правда» работал, то, безусловно, это большая такая практика, тем более на таком высоком уровне. Мировая же газета «Правда» и тем более, вот сто лет недавно газету «Правда» отпраздновала. Я 17-й главный редактор. В числе редакторов газеты «Ленин», «Сталин», «Молотовск, Рябин», «Отсуслов», ну и остальные вы фамилии примерно знаете. А что касается сейчас комитета, да, вот в комитете действительно сейчас очень внимательное отношение к средствам массовой информации. С одной стороны, тиражи падают, а с другой стороны, проблемы есть, люди должны читать. Вот приводили на круглом последнем столе в комитете нашем, что в 90-м году разовый тираж всех средств массовой информации составлял где-то 39 миллиардов единиц, что сейчас где-то только 1 миллиард 200 миллионов, то есть практически 30 раз меньше. Но это ссылаться на интернет, в общем-то, невозможно. Здесь действительно и ценовая политика отношения к государству, вопросы финансирования, участия государству в этом финансировании. Там очень-очень много проблем. Вот, Валентин Сергеевич, недавно в Думе разразился жуткий скандал, связанный с публикацией в газете «Московский комсомолец», известной статьи, в которой не очень лестно отзывались о депутатах. И сразу наши парламентарии увидели, что в газете печатаются объявления о сексуальных услугах. Вот раньше эту газету в Государственной Думе не видели. И вообще, ваше отношение к этому конфликту? Значит, отношение к конфликту, мое отношение к фракции, оно понятно. Мы проголосовали при итоговом голосования против. Вот принятие того самого постановления к Старственной Думе, которым осуждается, в общем-то, газета «Московский комсомолец» и, в частности, вот данный факт. Мы считаем, что средства массовой информации, безусловно, должны быть свободны, но не абсолютно свободны. Все-таки они должны работать в рамках закона, в рамках той самой морали, которая существует сегодня в обществе. Так, средства массовой информации, какие бы были бы несвободными, но они не могут, в общем-то, увлекаться экстремизмом с одной стороны. Они не могут поддерживать терроризм. Они не могут поддерживать те самые мероприятия, которые направлены на разрушение единства нашей страны, нашего единого государства. Ну, наверное, ваше такое отношение добродушное, скажем так, связано с тем, что в той статье критиковали все-таки депутатов от партии «Единая Россия». Когда критикуют депутатов от Коммунистической партии Российской Федерации, вы гораздо жестче относитесь. Ну, потому что, когда критикуют, а нас постоянно, между прочим, критикуют, так Государственный Дум не принимает же никаких постановлений, правильно? Ну, да. Ну, в общем, здесь какая-то заинтересованность была. Ну, все-таки, вот как высокопоставленный, скажем так, деятель Государственной Думы на таком высоком посту, вы находите в ее комитете, как представитель оппозиционных сил, который достаточно часто выступает в СМИ, скажите, вот на ваш взгляд, сейчас какая государственная политика в области СМИ? Она больше направлена к установлению тотального контроля над ними? Или все-таки остается надежда, что будет торжествовать свобода слова, свобода мыслия такой? Свобода выбора. Ну, да. А если взять, допустим, некую шкалу свободы, правильно, да, то закрыть те самые участки, которые, в принципе, направлены против государства и разрушают государство, безусловно. Разрушают нашу нравственность, наши устои, наши традиции, так? А то, что касается борьбы с коррупцией и, в общем-то, вскрытия подъема всего негатива, который есть сегодня в государстве, есть в аппарате государственном, есть в обществе, то, мне кажется, наша фракция КПРФ, она всемирно это дело поддерживает. А что касается деятельности комитета, хочу сказать, что вы помните, что ныне действующий закон о средствах массовой информации, он был принят еще в 1991 году. Вот сейчас стоит вопрос о том, в комитете уже три круглых стола провели и рассуждали, что будем писать новый закон или опять внесем какие-то правки. Хочу сказать, что, кстати, правки там в 18 раз, в общем-то, вносили какие-то дополнения изменения в закон. Но, тем не менее, мы сегодня считаем, что этот закон, в общем-то, он вправе действовать и в целом так отражает вот то самое положение, которое сегодня в обществе есть. Правда, нужно усилить, и, кстати, наша фракция внесла законопроект, но он был отвергнут, то есть обратно комитетом, в общем-то, возвращен через полинарное заседание к Старственной Думе, потому что правительство Российской Федерации не дало официального заключения, а по регламенту без официального заключения за или против, то есть положительно-отрицательно, вносить в законопроект нельзя, сейчас готовим. Законопроект называется «О ведении в средствах массы информации на телевидение, прежде всего, радиовещание, вот Высшего Совета по соблюдению нравственности», вот так сказать. То есть это цензура. Ну, безусловно, цензура. Кто в него будет входить? А цензура всегда должна быть. Вот, коллеги, вы прекрасно понимаете, что любая разумкнутая система, она неустойчива. Вот я могу целую лекцию здесь прочитать. Должна быть отрицательная обратная связь, в принципе. Вот цензура выполняет некую такую роль. Александр Сергеевич, ну тогда уточните, пожалуйста, Вы сказали закрыть какие-то определенные участки. Какие участки конкретно Вы имеете в виду? Ну, давайте я простой пример приведу. Давай по нашей республике. Вот газета «Взятка», последний январьский номер. Там напечатана, перепечатана, вернее, статья, безусловно, не Байрама, который возглавляет национальное движение, там, татарии. Там, по-моему, статья называлась «Мы татары, а не русские». Она явно носит экстремистский характер. В конечном итоге мы, безусловно, эти участки должны закрыть, и власти на местах, начиная от местного самоуправления и кончая региональными властями, федеральными, должны за этим строго следить. Это, кстати, должны все материалы экстремистского характера, которые призывают принимать какие-то антиправые меры, в принципе, они, безусловно, должны быть исключены. Ну, я не читал твои статьи, поэтому ничего сказать не могу. У вас еще будет время. Валентин Сергеевич, в свое время Вы входили в депутатский комитет по вопросам местного самоуправления. Вот в этом году исполняется ровно 10 лет, как вступил в силу 131-й федеральный закон об общих принципах местного самоуправления. Вот с Вашей точки зрения, в этом законе больше плюсов или минусов, потому что 10 лет закону, а дискуссии продолжаются и продолжаются? Я считаю, что в этом законе, в общем-то, очень много недостатков. Местное самоуправление, вот когда мы говорим, что оно отделено от государства, государство не может влиять на местное самоуправление, для условий России не подходит. Дело в том, что историческое прошлое образования России, собственно, как государства, оно совершенно другое. Там на Западе были дикие степи, вот появились посторонние люди, заселили, правильно, а потом там появляется какая-то группа других посторонних людей, и, соответственно, эти посторонние люди, извините, они, собственно, вынуждены были сопротивляться, защищать свои права, ибо государств еще единого никакого не было, и в конечном итоге получился вот такой анклав, который называется местное самоуправление. А у нас же освоение территории, по сути дела, полностью шло за счет усилий централизованного самого государства, и в конечном итоге государство на каждом этапе освоения, в общем-то, оставляло свою власть так, и всегда помогало этому местному самоуправлению. В конечном итоге наша фракция, например, сегодня считает, что государственное управление должно доходить до районов, до городских округов, то есть до городов. Да, сельские поселения, городские поселения, ну, пусть они действительно, вот как и раньше были сельские советы, они как-то, в общем-то, работают и проявляют свою самостоятельность. Кстати, в советское время они вполне себя проявляли самостоятельно. Был так называемый налог самообложения, когда вот собирались на общее собрание, и говорили о том, давайте соберем какие-то средства, построим мост там, проложим водопровод, прочее, прочее. А сегодня вот этот закон о местном самоуправлении, с одной стороны, вот сегодня, допустим, главу республики за местное самоуправление спросить нельзя. Никак, так? У них свой самостоятельный бюджет. Вроде бы глава местного самоуправления, вот глава, допустим, района или городского округа самостоятельно, но то же самое время, смотрите, мы по этому закону обязались, но не решили целый ряд вопросов, прежде всего налоговой политикой. Вот смотрите, у нас сегодня получается такая картина, что местное самоуправление, если в целом по России взять, из своих, в общем-то, возможностей, из налогов, собирает для самообеспечения всего где-то около 6-8% требуемых средств. Остальные 90 с лишним процентов, они присылаются с регионального, республиканского, в данном случае, бюджета. Вот посмотрите наш закон о бюджете республиканский, он, собственно, как раз и пестрит этими трансфертами. Мы, по сути дела, с одной стороны поручаем им какие-то поручения, и выдаем субвенции. Мы адресные какие-то категории граждан управляем, которых нужно защищать, выдаем субсидии, правильно? А потом бюджеты Чебоксар и, скажем, Янтиковского района не сравнишь, и в конечном итоге мы обязательно делаем рассеты, и потом выдаем дотации на так называемое бюджетное выравнивание, чтобы все-таки социальная, собственно, сфера и жизненные условия были примерно одинаковые. Ну, так же ведь не изменилась система финансирования муниципалитетов, а зона ответственности их растет. Совершенно верно. И вот сейчас мы фракции действительно недовольны, мы все время об этом говорили. И, кстати, я в том числе, мы пишем достаточно много законопроектов, которые предлагаем. Давайте, если мы объявляем, что они самостоятельны, тогда давайте создадим основу самой, так сказать, финансовую основу, этой самостоятельности. Но если вы нет, смотрите, налог на имущество физических лиц у них остается, так, в принципе, полностью. Налог на земельные участки, налог на землю, опять физических, сельхозналог, в принципе, вернее, налог на сельхозяйственные земли, он в регион, то есть республику уходит, так. Затем остаются все там арендные отношения, то есть под гараж там все арендует, правильно участок земли берет, временные пользования и прочее, прочее. То есть какие-то сборы даже, допустим, административный штраф, в том числе за нарушение муниципальных, в общем-то, решений, опять они, вот сейчас только что мы решили, что если административное взыскание по кодексу административных нарушений идет за нарушение местных решений, так, они должны, в общем-то, поступать в местную казну, но это, в общем-то, мизер, это какие-то сотни, там, тысячные только доли. Вот. Сейчас, правда, в Государственном доме уже разрабатывается закон, о том, чтобы обвинить, в общем-то, все эти налоги на землю, на имущество, назвать налог на недвижимость, и с этой точки зрения как бы на рыночную основу выходя поправить. Но мы считаем, все равно этого нет. Внесены предложения. Если местные органы власти сегодня участвуют, давайте пусть они участвуют в дележе прибыли предприятий, которые там расположены, правильно? Вот. Ну, и многие предлагают нести налог с продаж, с тем, чтобы как-то местная власть была заинтересована, собственно, в обороте так и развития торговли, и, собственно, экономических отношений. Ну, а в целом, в целом, картина такая, что мы вынуждены вот эти 90% им додавать, правильно? А, соответственно, глава самоуправления районного, ну, если у него денег сегодня не хватает, вот я в Шумерле был совсем недавно, хочу сказать, где-то 460-470 миллионов бюджет города Шумерле, из них они сами у себя за счет налогов, аренды и прочих сборов, в общем, набирает где-то 160, по-моему, 7 миллионов, если не ошибаюсь. То есть, это получается, смотрите, одна, третья часть, да? Всего-навсего. Это Шумерля, а что брать с Сиантиковского района или с какого-то другого сельского района? Поэтому нужно вносить и наши предложения таким образом. Мы считаем, до 30, налоговую политику нужно, и законодательство отработать таким образом, чтобы до 30% в общем-то, так, бюджетного финансирования, они что могли сами собирать, и тогда у них появится какой-то стимул, понимаете? Ну, я думаю, у наших телезрителей никаких сомнений нет политэкономию капитализма нынешнего, вы знаете прекрасно. А мне хотелось бы немного вот перейти вот именно к партийным делам. Ну, перейдем к партийным, давай. Валентин Сергеевич, вот я правильно понимаю, что Коммунистическая партия Российской Федерации идеологически по-прежнему стоит на платформе марксизма, ленинизма, сталинизма? Ну, сталинизм – это часть ленинизма, поэтому, если хотите, мы стоим действительно на позициях марксизма-ленинизма, правильно? Марксизм – это теория, а ленинизм – это, в общем-то, марксизм в действии, правильно, как мы говорили? Так, в общем-то, и стоит. Если мы возьмем… Но мы рассматриваем эту теорию, безусловно, не как застывшую догму, вы прекрасно понимаете, да, мы ее рассматриваем в развитии, более того, сами развиваем, верно, участвуя в нашем партийном общественном движении. Да, но тем не менее, когда приближается какая-нибудь круглая дата, предположим, очередной юбилей Иосифа Виссарионовича Сталина, вы в своих первичных организациях организуете изучение его трудов, об этом пишете в партийном прессе. Даже медаль памятную учредили, что 30 лет со дня рождения. Да, ну вот, если мы вернемся к трудам классиков марксизма-ленинизма-сталинизма, но там ведь речь идет о вооруженной борьбе за власть, усилении классовой борьбы и так далее подобное. Вы считаете, что это актуально на современном историческом этапе? Я хочу сказать таким образом. Так вот, марксизм смотрит на развитие как, собственно, разрешение всех противоречий, которые есть в взаимоотношении интересов различных групп населения. Но в данном случае большие группы, которые заняты на производстве, у них отдельные или особые, так сказать, условия труда, прочее, прочее. Вы помните определение, собственно, классов, которые как раз Сталин, между прочим, давал, да? Он говорит о том, что мы, безусловно, должны рассматривать и этот средств, в том числе классовые отношения, правильно, взаимоотношения классов. Мы по-прежнему, действительно, политики КПРФ считаем как основное, в общем-то, отношение, которое позволяет решить вопросы, как бы, развития общества, так? Именно через разрешение противоречий, взаимоотношениях между классами, то есть интересных классов, собственно, решается и делается история. Но мы при этом не исключаем и совсем не опровергаем, допустим, ну, по крайней мере, другие партии, там, они рассматривают другие срезы в общественных отношениях. Ну, вот пример. Я, кстати, много об этом думал, каким мы можем народу объяснить, вот просто достойно. Да, вот самое, почему вот нет какого-то адаптированного издания, вот есть адаптированная Библия для детей, там все понятно, а марксизм, мы ничего не поймем. Мы работаем, денег маловато, но, тем не менее, основу марксизма, ленинизма, мы уже два учебника сейчас вот для самоподготовки, как бы, самоизучения системы партии на учебе выпустили, так вот Бровяков это все сделал, ленинградский ученый. В принципе, мы над этим работаем. А вот когда говорят, а как-то смотреть, классовые или национальные важнее, слушай, на каких-то этапах, в общем-то, одни могут переходить, другие, одни могут быть сильнее. Как удобно, да? Как удобно, да? И не только как удобно. Вот представьте себе яблоко круглое, да? Вот Александр Борисович берет нож, ну и начинает сканировать яблоко, то есть начинаете резать, верно, да? Вот вы можете яблоко разрезать вот так, вы можете разрезать так, можете разрезать так, можете разрезать так. И в конечном итоге вот все подходы имеют право на жизнь, правильно, да? Потому что как яблоко можно с разных сторон разрезать, точно таким же образом общественные отношения можно, вот понимаете, табулировать и смотреть со всех этих отношений. Ну, можно по-всякому. И, кстати, мы уважаем, уважаем эти дела. Когда вы сказали, что стальнизм является частью ленизма, я подумал, Владимир Ильич в этот момент вдрогнул мавзолея просто-напросто. Он бы, наверное, не очень был бы рад, что работающий Виссарионович как бы вклинивается в его творческое наследие. Но дело не в этом. Я хотел спросить о том, вот у вас, конечно, мощная партия, вы добиваетесь очень неплохих результатов на выборах. Вот представьте себе, в один день вы победили на выборах. И что, начнете вновь строить советскую власть? Если мы победим на выборах, то мы будем строить народов власти, так вот, да? То есть народ, как субъект истории, в принципе, у нас в Конституции тоже написано, правильно? Главный источник власти народа. Мы будем, собственно, создавать условия к тому, чтобы народ участвовал в этой власти. Не так, как сегодня. Сегодня, по сути дела, они отторжены от власти народной массы. Они потеряли интерес к этой власти. Нужно сделать таким образом, чтобы история наша, и судьба нашей страны была бы и стала бы творчеством масс. И это действительно так и будет. Потому что наша программа четко, пункт за пунктом, все это расписывает и говорит, что... Кухарка будет управлять сюда. У нас уже разговаривали народу. Вот это тоже, между прочим. Ну, вы же хороший тоже марксист, собственно. Прошли хорошую подготовку. И экономический факультет окончили. Он просто несколько так это самое уклоняется. Я никогда не говорил, что кухарка будет управлять государством. Но Ленин действительно говорил, что кухарка, рабочий, плотник, должны научиться управлять государством. Вот как раз мы будем, собственно, вот это учение Ленина, правильно, да, реализовывать в жизни творчества массы. Это есть как раз, когда каждый во власти почувствует свой интерес, эта власть будет защищать и развивать интерес. Александр Сергеевич, вы вот искренне в это верите, что люди действительно захотят? Абсолютно. Притом я должен сказать, что давным-давно уже, так вот, умные люди в мире, ну, честно говоря, что будет в будущем в мире уже давно, всем понятно, да? Это только россияне там блуждают, трех соснах. Давно уже сказали, что капитализм, как общественная система, себя исчерпала. Потому что вот абсолютизация частного интереса, оказывается, не может обеспечить гармонизацию развития общества, вот, не может обеспечить, по сути дела, сохранение наших ресурсов, не может обеспечить нормальные технологии во имя интереса, в общем-то, всего мира, всего народа, если хотите, понимаете, да? И все общества. К сожалению, сегодня получается так, что давно, вот я вам сейчас передал статью Нобелевского лауреата. Да-да-да. Он прямо и говорит, да, без государства, извините, дальше жить невозможно. С другой стороны, умные люди, например, сегодня, ученые, те же самые Нобелевского лауреата доказывают о том, что мир исчерпаем. Природных ресурсов на всех не хватит. Нас уже 7 миллиардов. Через буквально 5 лет уже будет 10 миллиардов, потом 15, потом 20, так. А ресурсов не хватит, каким? Значит, обязательно государства должны участвовать в строительстве экономической, социальной самой системы. Само собой, стихийно она складываться не будет. Стихийно она будет складываться так, как сегодня складывается, когда богатые становятся еще богаче, а бедные еще более беднее. Поэтому управление обществом должно быть, и сами люди, члены общества, должны на демократических основах новых участвовать в этом управлении. Позвольте мне оправдаться перед Юлей. Я анекдот. Вы себе марксистское прошлое? Да, я хочу анекдот на эту тему рассказать. Не уверен, что вам понравится Валентину Сергеевичу. Какая разница между коммунистом и антикоммунистом? Коммунист читал работы Карла Маркса и Ленина. Антикоммунист тоже их читал, но еще и понял. Вам не понравилось? Ну, знаете, сейчас... Не такое еще слышал, да? Я не такое еще слышал, не такое еще могу сказать. Я, кстати, с вами совершенно согласен, что капитализм это совершенно ужасная экономическая модель. Я с вами полностью согласен. Но я вспоминаю социализм, и мне еще хуже становится. Вот поэтому такие метания у меня происходят. Но чтобы мы лучше поняли вашу позицию, чтобы лучше ее поняли телезрители, которые не так сильны, как мы с вами в теоретических работах. Вот скажите, пожалуйста, если бы в вашей партии была возможность призвать к руководству страной кого-то из ваших лидеров, которые были за все это время, начиная с Владимира Ильича Ленина, вот кого бы вы призвали, чтобы вывести страну из той трясины, в которой она сейчас находится? Вы так говорите, как будто сейчас он должен призвать высшие силы. Ну да, примерно так. Да, а если так будет, то мы поднимем всех, понимаете, начиная от первых наших революционеров, безусловно. И всех важней, в общем-то, поднимем, и все будем учитывать, все будем работать. Начнете сначала или будете продолжать? Мы, между прочим, сейчас так и делаем, потому что человеческое развитие, если это прежде всего, учет собственно всех ступеней развития, правильно? Всего, что было достигнуто до нас, мы в нашем развитии должны учитывать. Это означает то, что мы действительно всяких, если они поднимутся, правильно, должны посадить вместе с нами и начинать, в общем-то, размышлять. Вот. Вот самых. Откуда? Откуда начнем? С египтян начнем или с эссоциалистами начнем? Да нет, я в партии, я в броню. Ну, а в партии, давайте. Ну, тот у вас Владимир Ильич, 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 Ильич. В какой период вам более близко? До партии еще, вы прекрасно понимаете, так сказать, так вот марксизм как складывался, правильно, да, немецкая классическая философия, архивистка, социалистка, эссоциалистка. Ну, скажите, вот какой вот исторический период, когда у власти была Коммунистическая партия, вам наиболее близок, вот вы считаете этот период расцветом, вот наиболее мудрое руководство было, вот что оно, Ленина, Сталина, Брежнева, Хрущева? У каждого периода есть свои успехи, есть, безусловно, недостатки, потому что успехи не бывает без недостатков, потому что вот философия говорит таким образом, что в каждом хорошем уже заложено, в общем-то, негативное, понимаете? То есть вы никого из нашли не хотите обидеть, да? И все хорошее отрицает себя. Нет, мы всех возьмем, я вам еще раз сказал, так сказать, это будет самое мудрое решение, в принципе, так вот. Всех и обязательно будем учитывать, потому что на каждом этапе была, в общем-то, своя история, свои достижения. Вот сейчас хвалят, допустим, период царской России. Я не буду агитировать, просто хочу сказать, вот идите в музей наш национальный, вот, который тут совсем рядом, так? Вот посмотрите фотографии дореволюционные. Какое лицо людей, как они одеты, как выглядели наши города или населенные пункты, какие были, в общем-то, куворные избы и прочее, 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 так? Так, поэтому мы можем оттуда что-то взять? Безусловно, можем. Вот артельность, правильно, да? Общину мы, безусловно, преимущество общины оттуда крестьянское должны брать, и, кстати, большевики никогда не отрицали, не отрицали, в общем-то, это явление. При Ленине, вот, я недавно натолкнулся, это самое, Сергеев у нас есть, профессор в университете, так? Вот, Тихон Сергеевич, по-моему, зовут, вот, он написал книгу об истории культуры Чувашии, которая издавалась, в общем-то, почти 20 лет тому назад, я посмотрел, а оказывается, 22-го года, начиная, в Чувашии началась целая такая громадная, в общем-то, вот, работа с энтузиазмом, при том, по ликвидации безгромодности. Вы понимаете, да? В каждой деревне открывались избочитальные люди, которые, вот, 9 из 10 человек не умели читать, записались в кружки, и в конечном итоге получилась такая картина, что в кружках всеубыча в то время сели в сельских избах под лучины, под, там, может быть, керосиновой даже лампы не было, так, почти половина населения Чувашии. И по 29-й, 32-й год они действительно прошли большую школу, и в конечном итоге мы уже тогда достигли начального образования, это было действительно благо, вы понимаете, да? Дальше. Началась, собственно, план ГЛРО, то есть система централизованного планирования, и в конечном итоге мы заложили основу к тому, чтобы провести, вот, наши планы. Сталин, давайте возьмем, Сталину что принадлежит? Это продолжение прежде всего культурной революции, безусловно, так вот. Кстати, хочу привести пример. Когда нужно было готовить кадры для возрождающейся промышленности, для новых заводов, а при Сталине построено громадное число заводов, я сейчас не буду называть цифры, вдруг путаю, и будет неудобно перед телезрителями, хочу сказать. Он, кстати, есть воспоминания, товарищ, он пригласил, в общем-то, специалистов и говорят, вот, слушайте, а какие льготы были у профессора питерского университета, так? Ему принесли там 12, в общем-то, льгот, так, квартира вот такая-то, такая-то, зарплата такая-то, такая-то, вот, обслуживание такое-то, вплоть до того. Вот он все 11 принял, а 19, в общем-то, сказал, в нынешних условиях уже неосуществимо. Оказывается, профессор, вот, питерского университета имел право по выходным дням вызывать экипаж для поездки по городу, да? Сталин сказал, экипажей, к сожалению, теперь уже нет, закрепим за наркоматами, так вот, по ведомственности вузов, чтобы они профессоров возили. Вот, когда вы по старые фильмы, довоенные, помните, да, показываете, снимали, там все время профессор такой вот с бородкой, так, ездит там на какой-нибудь машине. Немножко не в себе. Да, ну, не то, что не в себе, а я имею в виду, что семья его едет на машине, там, так, 30-е годы, так и было. И при том, вот эти, между прочим, вот Сталина ругаем, все высотки, которые были, и сейчас есть в Москве, правильно, они заложены именно для профессуры, между прочим, для научно-технической интеллигенции. Вот дом на набережной Котельнической, так, недалеко от Кремля, там же, вот, даже Москва слезам не верит, помните, он показывает квартиры, там профессоры все жили, извините меня. А потом их, правда, переселили в кое-какие места. Никуда не переселили, извините меня, до сих пор там, между прочим, живут, все это так. Да, ничего не было. Да, а теперь, сейчас мы дойдем до этого. Заслуга Сталина в чем? Значит, смотрите, индустриализация. Сталин сказал, что или мы, собственно, догоним Европу, вот в течение 10 лет мы должны выйти, или мы пропадем. И знаете, что он еще добавил, я вам могу вам процитировать, я читал, товарищ Сталин. Да, пожалуйста, пожалуйста, да. Он сказал, что нам необходимо ввести государственную монополию на водку. Государственную монополию на водку, между прочим, была при царе, так, и давала существенную часть бюджета. Либо типа баллов. Между прочим, при царе вообще не было частных винокорем, понимаете, вино там грузин, остальные не могли, вот, ну, красное там белое вино делать, но на спирт, на, собственно, крепкий алкоголь был и при Сталине было, потому, что я вам сказал, вот он 11 всех этих ольгод взял, профессорам закрепил, тоже умные, которые были при царе, тоже самое применение. И все-таки я вам предлагаю вернуться на нашу грешную землю. Оставьте же в покое Сталина и Ленина и вернуться на нашу грешную землю. Я вам сказал, и, кстати, вот вы говорите по репрессиям и прочее, прочее, прочее. Между прочим, у меня в роду тоже такие были, вот, репрессированные, как вы говорите. Я уж не буду фамилии и прочее говорить, так, когда я был первым представителем Чувашского обкома КПСС, мне, между прочим, в общем-то, показали вот эти тома этих дел. Ну, скажу так, действительно, по 58-й статье, там, 10 лет присудили, так, а за что? Он был бригадиром, десятником тогда назывался, в общем-то, лесопромхозе, да? И один из рабочих написал жалобу о том, что во время перекора, вот он Троцкого там хвалил, то-то, то-то, то-то. Ну, началась, в общем-то, вся эта кутерьма, так? Вот. Неоткуда-то пришли, извините. В самой бригаде нашлись люди, которые, в принципе, написали вот эту жалобу, в конечном итоге потом и бригада поддержала. То есть, сами люди все это поддержали. В конце был суд, был суд, решение суда смотрим, там свидетелем выступает вот тот автор этой жалобы, он уже десятник. Вот и тут я вам совершенно согласен. Вот так вот. Поэтому, когда вы говорите репрессию, слушайте, да, не только Сталин, скажем, виноват, не только сама система виновата, виноваты мы с вами тоже, потому что мы слишком, наверное, быстрый рывок сделали и в конечном итоге не уследили за многими вещами. Вот вы все нам хорошо рассказали про то, что врагов было много, там, пятый, десятый. Вы так верны этим заветам. Но почему бдительность теряете? Почему враги продолжают, так сказать, осаждать партию? Вот два созыва подряд вы из своей фракции в парламенте, в госсовете Чувашии, исключаете бойцов, которых сами привели к депутатским мандатам в прошлом созыве? Романова исключили в этом созыве, Князькина исключили. У вас-то депутатов там раз-два и обчелся, и вы теряете их. Как получилось, что вот недостойные, с вашей точки зрения, люди попали в депутаты? Вы же их отбирали. То есть, механизмы, безусловно, они допускают определенные ошибки. И вот у меня все время спрашивают, вот кто ошибся? Ну, я вот первый секретарь республиканского комитета партии, кто ошибся? Конечно, Шурчанов ошибся, так вот, да, Валентин Сергеевич, это раз. Я не собираюсь там на кого-то все это перекладывать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, когда совершена ошибка, и в конечном итоге не получается совместная работа, правильно, нужно выбирать, или мы будем дальше разлагать вот эту всю систему, или, наконец, мы от этой в этой системе наведем порядок. Мы стояли просто за элементарный порядок. То есть, можно делать разные заявления, в том числе громкие, но за эти заявления нужно отвечать, и в конечном итоге всю свою депутатскую работу подкреплять организационной, знаете, работой в партии, в фракции, среди населения, прочее, прочее, прочее. И нельзя просто вот от себя, так сказать, от себя тяной заниматься, да. Нужно принимать уверенные партийные решения, проверенные, и в конечном итоге коллективное мнение должно преобладать. И человек должен быть дисциплинированным, какой бы он, извините, умный не был, так, он обязан подчиниться воле большинства, на то и устав партии, устав фракции и положение фракции, вернее. Поэтому вот эти все люди, извините, они, собственно, были, безусловно, яркие личности, я так скажу, особенно, если брать роману. Ну, дисциплина, если отстает, то в конечном итоге порядок все равно, система себя должна наводить. Ну, поэтому мы это все сделали. Кстати, мы ее не исключали из партии. Она сама написала два заявления о выходе из партии, так? Ну, если человек написал заявление из партии, потом начали судиться, говорили, что якобы там ее заставили, прочее, ну, идите, пожалуйста, на заводе, напишите, что вы уволняетесь по собственному желанию, правильно? После этого ни один суд вас не примет. А тем более, в уставе у нас даже не так, как в Трудовом кодексе написано, у нас сказано, что членство партии прекращается с момента написания, собственно, ручного заявления о выходе из партии. Они написали, вышли. Они? Неправда. Князькин вообще членом партии не был. Ой, нет, ну, я сказал они, да, я виноват. Я не собираюсь никого же обманывать, в конце концов, да. Князькин был когда-то членом КПС. Когда? Он работал в Комсомоле, по-моему, работал в партии. И в конечном итоге вот то, что он прошел, как бы, партийную школу, да, вот было основанием к тому, чтобы мы сейчас тоже серьезно озабочены проблемой оздоровления и подхода, допустим, партии специалистов, правильно? Мы ищем специалистов, мы ищем ученых, мы ищем способных людей. И в конечном итоге вот во всех этих деяниях, безусловно, можно совершать ошибку. То есть, с ним была одна договоренность, которую он не выполнил, так вот. Он не выполнил, и в конечном итоге опять дисциплина, в общем-то, была выше. И мы сегодня считаем, что он не может, вот когда фракция говорит о том, что сегодня будет выступать такой-то, в общем-то, депутат, правильно, а ты сиди, послушай, а нет, он говорит, а я вот хочу вот понравиться там кому-то, понимаете, я все-таки здесь выступлю, так? И при том он выступает не с нашей позиции, которая выработана сообща, а выступает с своей позиции, и ни одна фракция этого не терпит. Ну, вот справедливо в России, вот Митрофанов, мой председатель комитета, там восемь депутатов, правильно? Они же вышли из фракции, ушли, и как бы хотели основать такую независимую группу депутатов, но в регламенте Государственной Думы не предусмотрено вот образование такое. Они бы, может быть, и рады-то перейти в другую, допустим, фракцию, но по положению... Совершенно понятно, почему он вышел из фракции, совершенно понятно. Непонятно, как он туда попал, за какие заслуги. Говорят, очень ценную услугу оказал партия. Ну, это все болтовня, значит, насчет ценной услуги, пусть он говорит, какую услугу оказал, это вот первое, да? Во-вторых, хочу сказать, мы действительно вот работаем таким образом, ищем специалистов, в конечном итоге нам тоже многие организации рекомендуют, правильно? Мы их проверяем, возможно, в своей работе, да? В данном случае наши проверки оказались, ну, не столь, может быть, обстоятельными. Тем более, Единая Россия создавала, в общем-то, народный фронт. Мы тоже вот народное ополчение, так называемое, создавали, создавали. В конечном итоге была задача, потому что сам закон выборный требовал того, если мы переходим на партийные списки, то если люди самовыдвигаться не могут, то нас обязывает, чтобы мы рассматривали все заявления, которые поступают в партию для учета их при выдвижении. Ну, в данном случае, вот, князькинское заявление, получается, в общем-то, было учтено, так? Валентин Сергеевич, а как человек, вы как воспринимаете вот такие вот ситуации? Какие? Не как партийный деятель, а вот когда люди предают? Я очень тяжело переживаю это дело, хотя, может быть, за 20 лет я уже привык, меня столько раз предавали, извините меня, и столько раз, в общем-то, потом обратно возвращались, так? И, кстати, Ленин тоже, вот я себя с Лениным, конечно, не сравниваю, слушайте, да? Ну, вы на одном месте работаете? Да, вот, ну, имею в виду, если говорить о правде, да? Ну, и то это шутка, конечно, он там подкалывает. Вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что Ленин, между прочим, многократно, так, тоже люди, которые уходили, потом возвращались, он принимал, понимал, ну, даже вот Троцкого, давайте возьмем, сколько раз он был в партии, уходил и прочее. И, когда говорят о фракциях, допустим, большевиков в Государственной Думе, ну, фракция большевиков образовалась только в Четвертой Государственной Думе, вот, которая в 19-м году избрана была, до этого она была просто фракцией социал-демократов, правильно, да? Там большевики, меньшевики, то есть, мы вместе находились, вместе работали. И там у нас было очень много, кстати, ошибок, ну, Малиновского, давайте вот возьмите, он полном доверия находился, у Ленина, вы прекрасно всю эту историю понимаете, да? Вот, поэтому ошибки бывают, особенно депутатская работа, вот, парламентская, она ведь такая, знаете, да? Человек становится видным, но некоторые, не привыкшие вот к своей видности, сразу начинают, в общем-то, по-другому думать. Это долгая такая история, это большая школа. Понятно, школа жизни. Ну, наверное, да. Валентин Сергеевич, вот на сегодняшний день у нас в России несколько партий, в названии которых есть слово «коммунистическое». Вот с вашей точки зрения, это партия-близнецы, или у них совершенно другая идеология, может быть, есть у них что-то общее с КПРФ? Значит, формально вроде бы есть идеология, все, но точно их название, в общем-то, английское, спойлеры называются, правильно, да? Спойлер, в переводе с английского означает, это вот тормозной щит у самолета, который, в принципе, при посадке, для того, чтобы увеличить, в общем-то, да, тормозное, торможение, чтобы быстрее было, так? Увеличить площадь крыла, и, в общем-то, чтобы больше воздух, собственно, соприкасался самолетом и больше тормозил спойлер. Поэтому я считаю, что эти партии, по сути дела, они не самостоятельны, мы об этом писали, на съезде говорили. Валентин Сергеевич, а вы сами сейчас часто бываете в республике? Потому что, вот я слышала такие разговоры, он, Шурчану сейчас не до республики, он заматерел, он теперь кто? Депутат Госдумы. Ну, как я заматерел, не знаю, как это понимать. Но у нас вот график работы такой, в Госдуме сейчас две недели пленарного заседания, и каждую неделю по три заседания. Между прочим, очень тяжело вот три заседания неделю проводить, я вам честно скажу. В повестке дня каждого заседания примерно там 50-60 вопросов, мы там успеваем, там, может быть, 35-40 рассматривать, остальные потом переносятся, потихонечку вот так сдвигаются, да, есть какие-то, ну, дополнительные вопросы там. После двух недель пленарок, одна неделя региональная. Вот сейчас идет, как раз, региональная неделя, есть общее решение, и председатель Государственной Думы, который нас, всех депутатов, на эту неделю направил, командировал в регионы, так? Я пятницу после пленарки, вечером у нас поезд, вечером же, да, выехал, вот субботу утром был здесь, ну, и в конце недели я отсюда уеду, туда уеду опять, в Государственную Думу. Серьезней недели называется комитетская, так? Ну, комитетская неделя, иногда мы комитеты заседания проводим, иногда не проводим. Когда заседания нет, то многие остаются в своих регионах. Ну, у меня еще по партии есть обязанность, поэтому я вынужден, в общем-то, вернуться в Москву и работать во фракции, вот именно по вопросам, которые перед фракцией возникают. Я являюсь, как бы, заведующим отделом Центрального комитета, который, вот, ведет всю работу по руководству становления депутатской вертикали, так? У фракции КПРФ около 10 тысяч депутатов и коммунистов всех уровней, так? Ну, сейчас поставлена задача, съезд принял решение о том, чтобы летом провести, как бы, съезд вот депутатов всех уровней коммунистов. Сейчас озабочен этим, проводим мероприятия, а делегатов нужно избирать в регионах, поэтому надо побывать и здесь, вот, в Казани надо быть, в Нижнем Новгороде. За мной закреплен, в общем-то, привозский федеральный округ, правда, не весь, а половина. Это вот Татарстан, Нижний Новгород, Мурел, Удмуртия и Пермский край, так? Я, как бы, вот, куратор, собственно, партийной работы и депутатской работы в этих регионах. Поэтому я бываю здесь, и, если честно признаться, хочу вот по секрету сказать, вот, семья у меня живет здесь, и с учетом выходных дней, раз две недели там, правильно, две недели здесь, да, я здесь бываю примерно, наверное, ну, 16-17-18 дней в месяц, а остальные проходят там. А с рядовыми жителями этой республики успеваете встречаться? Ой, громадно, вот, вчера только я был в Марговорском районе, вот, деревня Ситрикасы, там, вот, самое, в деревне, секретарь партийной организации позвонил, говорят, ну, вот, люди хотят видеться. Я поехал, в принципе, так, без каких-либо предварительных подготовок. Люди собрались, поговорили о многих-многих вещах. До этого я был в Шумерле, так что бываю регулярно. Я хотел вас спросить вот еще о чем. А почему у нас в республике не складываются взаимоотношения между властью и оппозиционными партиями? Вот вы сами часто встречаетесь с главой республики Михаил Васильевичем Игнатьевым? Не знаю, вот, он там собирает, видимо, у наших там депутатов в принципе, да. Хотя я с ним встречаюсь, вот, когда я хочу, в принципе, я звоню, захожу. Или там вот президентское послание было, или послание главы, или какие-то там другие подходы. Я, кстати, много писем направляю в главе, так, скажем, мы много полезного стараемся делать для республики. И недавно у нас фракция провела круглый стол по вопросам капитального ремонта, вот, аварийного ветхого жилья. И, кстати, вот, проблемы хрущевок там тоже рассматривали. Есть сейчас такие технологии, которые позволяют, например, над двух-трехэтажным домом, не загружая стены дополнительной нагрузкой, да, за счет, в общем-то, дополнительных колонн, в принципе, надстроить там третий, четвертый, пятый этаж. При этом появляется возможность у этих старых квартир появляется дополнительная площадь за счет, в общем-то, передвижки. Вот, балкон там, веранда, что-то такое. То есть, интересно, определенно есть, да. Это вот такая технология, и в конечном итоге мы действительно все материалы подготовили, вот, внесли. Я знаю, что он Моторин председателю правительства отдал, и они сейчас, видимо, занимаются. Есть вопросы по программе «Чистая вода», чтобы в Чебоксарах и вообще в республике вода стала бы лучше. Все-таки большая проблема для Чуваши – это, в общем-то, хорошая питьевая и качественная вода. Ну, и многие какие-то другие там вопросы. Наша фракция КПЛФ замечательно относится к Чувашской республике, так уважает республику. Притом наша фракция стоит за то, чтобы вот нынешнее национально-территориальное, в общем-то, образование полностью сохранить. И я сам выступал с главной трибуны государственной. Думаю о том, что не надо сегодня поднимать вопросы насчет укропнения субъектов, когда вот предлагают, допустим, нас там присоединить к Кировской области еще куда-то. Зачем? Мы самая достаточная республика, мы способны решать эти вопросы. Более того, мы руководствуемся своей жизнью, и заветами Иоанна Яковлевича Яковлева, так, который сказал, что только с русским народом, так, только вместе с народами всей России мы, собственно, достигнем разолета и процветания. Замечательные слова. Валентин Сергеевич, вы работаете в комитете, где председателем является всем известный нам Алексей Митрофанов. Вот, знаете, в один день я его увидела сразу на двух шоу, почти одновременно. Сначала он был у Малахова, чуть позже он был у Соловьева. Он вообще когда успевает работать, ваш председатель? Алексей Валентинович, вот видите, как у него сочетания-то хорошие, правильно, да? И не зря у него вот есть первые заместители, так, что успевает. То есть председатель ходит на шоу, зам работает. Все нормально. Конечно. А вы почему так редко появляетесь на шоу? Мы вас все больше видим в парламентском часе. Не приглашает вас на шоу, Валентин Сергеевич? Нет, ну, во-первых, вот там надо, видимо, отдельный характер иметь, чтобы туда появляться и в конечном итоге как-то отметиться, да? Мне все больше доверяет, вот, знаете, подготовить какие-то аналитические материалы, какие-то так, да, какие-то таблицы. Я больше так по-умному, да? Я вот этим больше занимаюсь, а потом на них смотрю, думаю, в мелкие булки, ну, пусть там забавляются, извините. Это забава, это, в общем-то, правда. При этом, конечно, власть, она, безусловно, умная, она изучает это все, понимаете, да? Зато Алексей Митрофанова знает все, а вот Валентина Шурчанова, наверное, все-таки поменьше народа знает. Вот я не претендую на то, чтобы меня все занимаются. В Чувашии, конечно, это святое. Я не претендую, в принципе, так. Валентина Сергеевич, мы вот с Александром Борисовичем приготовили вам блиц. Короткий вопрос. Я чуть-чуть, извини, Валентина Сергеевич, тут маленькое уточнение требуется. Мы в этот раз не стали долго ломать голову над этими вопросами. Мы прекрасно знали, что вы покажете себя убежденным марксистом. И в качестве вот коротких вопросов решили предложить вам анкету, которую в свое время Карлу Марксу предложили его дочери. Вот Юля будет исполнять свою роль, а вы будете на месте основоположника. Вот посмотрим, сравним, что отвечал по этому поводу Карл Маркс и что ответит его. Александр Борисович, у нас будет в роли Карла Маркса. Нет, у нас Валентина Сергеевич, я в роли нейтрального какого-то арбитра. Понятно. Но вы будете озвучивать то, как Маркс. Итак, Валентина Сергеевич, что вы цените в мужчине и в женщине? У женщины, наверное, слабость, у мужчины как раз вот волю и силу. Ну, практически так же ответил. Как было у Маркса? У Марса было в мужчине силу и энергии, в женщине кротость и добродетель. Ну, почти так. Угадал или знал? Знал. Ваша отличительная черта? Ну, честное слово, я забыл, может быть, да, честно говоря, да. Ваша отличительная черта? Моя? Ваша. Не Маркса? Ну, мне кажется, как сказать? Коротко. Спокойность, наверное, так. Ну, Карл ответил последовательно. Почти? Ну, может быть, так, да. Ваше представление о счастье? Я счастлив, когда счастливы все другие. А вы знаете, похоже. Карл Марс ответил, республика. Да? Ну, ладно, республику мы уже прошли. Ваше представление о несчастье? Ну, когда все несчастливы, вот так вот, тогда да. Карл Марс ответил, рабство. Недостаток, который вы, скорее всего, склонны извинить? Ну, скажем, незнание, может быть, чего-то, вот какого-то предмета, понимаете, да. Горячность. Горячность. Ответил Карл Марс. Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение? Предательство. Маркс. Чиванство и высокомерие. Ваша антипатия. Чего, я не приемлю? Да. Ну, вот он сказал чиванство, так вот. Карл Марс ответил, малодушный тиран. Красиво сказал. Красиво сказал, но я почему-то подумала, слава богу, что Валентин Сергеевич так не сказал. Ваше любимое занятие? Заниматься книгами. Работа. Практически, один в один. Ваши любимые поэты, ваши любимые прозаики. Ну, трудно сказать. Вот я много чего могу сказать, да. Вот. Из поэтов, пожалуй, Пушкин, Маяковский, я бы так сказал, да. А из серьезных, в общем-то, Шолохов действительно так вот. Я все-таки воспитан, наверное, на Шолохове и так. Ну, Карл Марс, вам явно... А если брать чувашскую литературу, вот я помню, в самом начале, когда совсем я был пацаном, вот Ленина Агакова, я читал книгу «Золотая цепочка», слушайте, вот она до сих пор у меня вот осталась. Ну, Карла Марса не было шансов прочитать ни Агакова, ни Шолохова, ни Маяковского. Он предпочитал Вольтера во всех качествах. Ну, Вольтера мы, конечно, не все знаем сейчас, я согласен. Ваш любимый герой? Любимый герой? Трудно мне сегодня сказать, может быть, героев настолько много, да. Ну, из всех вот таких покрышкин, давайте, коже дуб, скажем, асы. Ну, Карла Марса любимым героем был брут. Ваш любимый цветок? Трудно, опять сказать, слушайте, вот таким образом, да. Но, тем не менее, давайте, скажем, гвоздика, давайте скажем. Чуть не удивилась. Да, я тоже не удивился. А у Карла Марса он назвал цветок, я его, правда, не знаю, камнеломка, наверное. Она пробивается всюду, как жизнь или правда. Вот как ответил Кармон. Поэтому, если вас в следующий раз вспомните, да. Ну, я же никого не засуну, что вы ко мне пристаете. У нас работа такая, приставать. Ваш любимый цвет? Любимый цвет, мне кажется, вот, знаете, чуть-чуть, немножко, в общем-то, белый, да. И, если говорить там о вещах, то таким синим или голубым уклоном. Кармаркс, синий, синий сказал, Кармаркс. Синий сказал? Серьезно, да? Я не знал, я думал, он красный сказал. Ваше любимое жизненное правило? Всегда говорить правду, вот, не врать, вот, это честное слово. Ну, и последний вопрос анкеты Юля доверила задать мне. Вот, Кармарксу задали такой вопрос. Вопрос. Ваш любимый девиз? Девиз? Работать, 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 учиться, 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 так сказать. Вот, работать и побеждать. Кармаркс сказал, благо народа, высший закон. Спасибо большое. Спасибо вам, Сергеевич. В гостях был Валентин Сергеевич Шепчанов. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова